Доброе утро всем. Соня там разговаривает с дедушкой, а я поехала сначала в солярий. Последний раз. Три раза я хотел сходить, только руки надо будет прикрыть. Сейчас мне будут фоткать. Запись у меня будет кое-что делать с волосами. Выгляжу сейчас ужасно. Посмотрим, что будет в конце. Сейчас я вам покажу, как у меня выглядит. Очень, очень. Как видите, посмотрим, что будет потом. Сейчас мне убирает свет, мой темный. Я тут... Вижу. Я вам покажу, какая она против меня красивая лама. Такая классная. Как будто бы свечки стекают. Прикольненько. Просто капец, как у меня чешется голова. Очень, очень сильно. Я прям не могу. Прям все везде чешется. И что делать? Когда убирают пигмент, когда высветляют всегда так. Прям я не могу. И знаете, что я только что заметила, что здесь розовый фламинго. Дитя закат. Жизнь. Просто жизнь. Жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Ну что, ребят, я покрасилась, я хотела вернуть свой натуральный цвет, так что это не блонд, не рыжий, а ближе к моему натуральному, ну, естественно, тут немножко темнее, тут светлее, в общем, сделали как можно натуральней. Я хочу отрастить свои волосы, я очень довольна, сейчас еще накрашусь, приду домой, потому что меня сегодня днюху и посмотрим. Я себя вообще не узнаю, я так долго была темненькой. Короче, надо будет привыкать, мне так непривычно. Теперь я смогу отращивать свой. Наконец-то я ушла с темным, хотя мне темный действительно нравился долгое время, еще буквально недавно я вообще не представляла себя в другом цвете. Мне многие спрашивали, не хочешь вернуться в блонд или просто какой-то другой. Я вообще была против, мне очень нравился темный. А потом резко в один день меня накрыло, чаще всего у меня так и бывает, да, во всем в жизни. Вот я хожу, живу, а потом раз меня накрывает в один день. И я меняю. Вы не хотите знать, сколько я за это отдала. Я обожаю его, он классный мастер. Но у него вообще не дешево. Короче, заплатила я 475 евро. И только что что-то до меня дошло, что я забыла ему дать на чай. Я думаю, обойдется. Короче, не дешево, но зато один раз делал и доволен. И не надо по 500 раз переделать. Так, ну что, я зашла в зару. Хочу померить что-то, потому что мне сегодня идти на день рождения. И мне вообще не в чем. Просто не в чем. Я не могу пойти вот так. Вот такой вот костюм. Ну что-то он не очень сидит как-то. И материал такой. Я прям вижу, как он через 20 минут растянется. Прям вообще не очень. Футболка классная. Ну, обычно белая. Но такой у нее ровный крой. Футболку надо брать. А костюмчик? Нет. Джинсы мне ни одни не подошли. Вот такая вот рубашка. Ну, цвет прикольный. Не знаю, брать, не брать. В принципе, веревочки, как я люблю. Классный кашемировый свитерок. Цвет прикольный. Мне понравился. Там еще есть бежевый. И я не взяла бежевый. Я взяла голубой. Блин, ребята, у меня такой шок был. Я сейчас вышла с раздевалки в Заре. И что-то уже спустилась вниз. Думаю, да, еще в детский зайду. Иду, и такая думаю, где мой телефон? И понимаю, что я его забыла. Раздевалки? Капец. И у меня первая мысль. Там столько Сониных фотографий. Потом сразу вспоминаю, что был бэкап. Потом думаю, блин, а сегодня с парикмахерской я снимала. Ну, короче, первая мысль именно вот о фотках. Потому что, да. Телефон, конечно, тоже жалко. Хотя мне просто телефон этот очень не нравится. Этот одиннадцатый просто очень не нравится. Ну, так вот. Я поднимаюсь наверх. Кабина уже занята. Я говорю, посмотрите, там мой телефон. Она говорит, нет, тут ничего нет. Я думаю, овца себе забрала. Тут бегает сотрудница. Говорю, девушка, девушка. Я говорю, свой айфон потеряла. Она говорит, да, пошли. Вот. И дает мне телефон. Я, кстати, уже не первый раз в Германии так где-то оставляю. И его сдают. Класс, молодцы. Так приятно. Ну, в общем, телефон на месте. Дальше. Я иду к кассе. Вещи в руках. И штаны, джинсы на плече. Я даю ей вещи. Джинсы забываю. Все, она мне пробивает. Я плачу. Иду на выход. Пикает. Думаю, я, не я. Думаю, ну ладно, раз никто не останавливает. Пошла дальше. Иду по улице. Думаю, блин, сейчас там что-то они забыли снять. Я-то все оплатила. Что-то забыли снять. А я дома, как эту фигню сниму. Думаю, ладно, пойду зайду. Пусть она мне снимет. Захожу обратно. Иду кассе. Говорю, у меня пакет пищит. Она проверила. Не, пакет не пищит. Я говорю, а что тогда пищит? Она говорит, может быть, джинсы, которые у тебя вот здесь на плече. Я просто, я их забыла с плеча снять. Ей дать все такое объемное. Я их даже не заметила. Я вышла с джинсами на плече из магазина. Меня никто не остановил. Я пропищала. Я причем пропищала. Зашла обратно, пропищала. Опять вышла и пошла. И потом опять вернулась. Капец. Воруй не хочу, называется. Ну, пришлось за джинсы еще заплатить. Думаю, надо было идти как-нибудь дома бы сняла. Ой, мамочки. Единственное, в чем всегда, конечно же, вот у меня со светлыми волосами смущало, что лицо смотрится бледней с таким цветом, да. Вот я еще сейчас три раза была в солярии. А вообще... Блин, а там не перекрыто. Там, наверное, перекрыто, мать твою. Ну, ладно. Мне надо сейчас срочно домой покормить Соню и уже уезжать на днюху. Короче, да, лицо смотрится бледнее, хотя с темным цветом тоже очень видно эту разницу. Может, мне в траму поехать? Поехали. Поехали прямо. Красный. Была, не была. В общем, с темным тоже лицо выглядит еще более белым, да. Но как-то из-за контраста с вот таким цветом... Хотя, может быть, я придумываю, знаете. Так, ребятки, ну что, я вернулась домой. Мама, как тебе моя прическа? Хорошо. Мне цвет нравится. Маме понравилось, маме вообще не нравилось темный. Так что... Ну, я вам реально скажу, при дневном свете мне гораздо больше нравится, чем при искусственном. При искусственном, знаешь, как-то немножко такой... Кубфорфар бы. Как будто бы чуть-чуть. А при дневном вообще это не вижу. Мне пришла посылочка с Амазона. Соня тут спит. Капец. Мне пришла вот эта вот клеенка, да, на машину клеить окна. Черное. Вот в такой огромной коробке. Вот в такой. Вообще нормальные они? Ну, какая была, когда... Капец. Чтоб сильно меняется. Они могли вот так свернуть, знаешь? Ну, ладно. В общем, клеенка. Ладно, я сейчас... Клеенка, пленка? Пленка, да. Я потому покажу, что я взяла в Заре в итоге, потому что мне еще надо быстро либо кормить, либо сцеживаться и уходить. Так, ну что? Вот такой вот у меня аутфит. Рубашку я купила в Заре. Она такая очень интересная, огромная. Летящая. Летящая. Летящей походкой ты вышла за водкой и скрылась из глаз под машиной КамАЗ. И смотрите, какие классные. Внимание. Хоп! Прикольные, да? Боботи. Тоже Зары. Все. Соню покормила. Мама тоже поела. Теперь пошла я кушать. Ну что, посмотрите, наш огромный стол. Я пришла в самое последнее, потому что я приехала не в тот ресторан. Сейчас Сеня скоро уйдет, я пересяду на ее место. Тома, скажи здрасте. Нет. Нет. Ладно. Что сказала? Ты же. Ты слышишь, ты какая песня? Ураганов, пьянов. Можешь? Видишь? Она ко мне подходит, да? Ураганов, пьянов. Пьянов. Ураганов. Ураганов. Пьянов. Пьянов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И сейчас все поменялось, как же в жизни меняется Все, все еще сидят И мама, я спросила, говорю, как там, она говорит, все нормально Она ей дала уже покушать И я знаю, что она в это время уже будет засыпать И все хорошо Но я все равно, я все равно иду домой, потому что Ну не знаю, хотя и там весело, и Соня вроде нормально дома Не плачет Но Но я все равно сбежала и иду домой Какая молодец Блин, сколько раз я в этом лифте ездила Пьяная Вот я сейчас представила, на каблуках Поднималась И думала, ой, как хорошо Я пришла домой уже, утро Ну окей, сейчас не надо там думать Потому что, когда я говорю, что я гуляла Сразу все думают, что я там Просто, я не знаю Каждый день тусила Не просыхала И меняла кучу мужчин Нет, как бы это не так Но я наслаждалась жизнью, да Вот Ну просто я имею в виду Я помню, вот у меня сейчас такой Флэшбэк Или как это называется В мою жизнь Прошлую И вот в этом лифте И я вроде иду такая Тоже на каблуках Тот же лифт, тот же подъезд Но Я трезвая Ушла первая Да еще вот Воду с собой несу Почту забрала Я в шоке Здесь бутылки есть Я же ее тут сажала Она за пальцем ухосилась Блин, так крепко У меня аж палец Занемел Не убежала Так Ну все, я дома Обнаружила еще посылку В почтовом ящике Ой, кто тут болтает? Кто тут болтает? О, это с России Фрезы Фрезы для Педикюра Я завтра делала А что тут еще? Да нет Знаете, я где-то с собой Что это такое? Что это такое? Что-то еще что-то заказывала? Нет, это просто, да? Или что это? Это что-то или это просто? Ну откуда я знаю, Юля Это же просто, да, чтобы Понятия не имею, чтобы не заказывала Что это такое? А что там здесь? Я заказала так вот эти три фрезы Ну это может что-то типа этих Чего? Пилочки? Ну не пилочки Да не, бафики Ну что-то вроде Потому что они же там не на полную эту замотан А их там несколько штук Нет Нет Это вот отдельно сложенный тебе пакетик Да не Ну Иначе бы как Ребят, кто знает, что это такое? Смотрите Вот такие штучки Целый пакет В смысле вместе срезанных? Наверное, для ногтей? Не, ну это очень маленькие Ну почему маленькие? Это же для педикюра тебе Это не для пяток Я мало ли Я хочу попробовать Да не, ну как им пилить Не пилить, а полировать Полировать Ну странно, такие маленькие В общем, если кто знает, что это такое, напишите Вообще я заказывала просто вот эти три фрезы Для педикюра, именно для пяточек Так что я думаю, на днях обязательно сделаю Доставка я заказывала с России Доставка всего 4 евро Я думала, там будет, знаешь Может, как письмо Ну, и тогда я фрезы заказывала И сейчас так за 4 евро Чего не заказать, если я знаю про эти фрезы Что они хорошие А тут я просто не знаю, какие Замуровали черти Ухо согнулось Да, да, да Так, так Давай, давай Это она на тебя жалуется Да, так Ух ты Ого, вот так мы Разговаривали Вы что, стихо выучили целый? Да, мы вот так разговаривали, скажи Ну ничего себе, Соня, ты научилась говорить Пока мне не было Думаю, вот так мы разговаривали с Соней Да, да, да Приятно поговорить Да Ох, ничего себе В общем, да, я посмотрела Вот написано в моем заказе Мини бафф Где я вот, мини бафф Десять штук Восемьдесят рублей И пилочка вот еще И три фрезы В общем, на 2163 рубля Такие маленькие, просто такие маленькие баффики Никогда не видела Прикольно Так, ну что, фрезы я опробую на днях Не знаю, показывает ли вам Зара еще что там Или уже завтра Наверное, на завтра уже оставлю Растянем удовольствие, правильно? Вот Блин, так непривычно себя видеть Во-первых, с этим цветом А во-вторых, накрашенная Сто лет не красилась В принципе, я не сильно отличаюсь Правда же? Я думаю, на этом Я думаю, на этом я закончу вложек Напишите, как вам моя прическа Понравилась, не понравилась Или лучше мне было все-таки с темным Я кайфую Может быть, придется еще один раз затонироваться А может быть и нет Посмотрим Все, подписывайтесь на мой канал И на мой инстаграм Девчонки, кто меня смотрит, мои знакомые Кто был в ресторане Вы себя увидите в этом влоге Вы уже увидели себя Вам всем привет До завтра Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»